Сегодня в преддверии Великого Дня Победы в столице Чуваши открылся музей истории медицины. Все экспонаты подлинные свидетели эпохи. Музей посетил и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Музей, посвященный подвигу медиков на войне, открылся в здании Чебоксарского Эвака госпиталя. Уникальную экспозицию от тех, кто трудился в госпиталях, возвращая к жизни и в боевой строй солдат, раненых, больных, собирали всем миром. В годы Великой Отечественной войны было очень много случаев, когда девушки, когда погибал командир, брали руки оружия и направляли свою роту на враговую. Здесь мы представим перед вами маленький интерьер, фрагмент интерьера, по научному будет, палата Ивакова госпиталя. Ну вот те самые окна, которые представлены перед вами того периода, ну вот китель представил, мы перед вами здесь, все предметы подлинные. Все это найдено в наших больницах. Фотографии, личные вещи врачей и медсестер военного времени – все это посетители могут увидеть своими глазами. Историческая реконструкция удалась. Палата для раненых, сестринская кабинет начальника Ивака госпиталя выглядит как в военное время. Через 4 дня практически будем отмечать уже 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вы это сами прекрасно знаете. Мы готовимся. Не только будем проводить данный праздник в Чебоксарах, во всех наших муниципалитетах. Это тоже очень важно. 1 126 памятников, монументов воинской славы благоустраиваем, подкрашиваем с одной единственной целью, чтобы молодое поколение, наши молодые юноши и девушки, ребятишки видели ваши ордена и медали. Почетными гостями церемонии открытия стали, конечно, медицинские работники, ветераны Великой Отечественной войны. В преддверии праздника, такого великого праздника, мне хочется, во-первых, сказать вам огромные слова благодарности за тот подвиг, который вы совершали на полях сражений, в госпиталях, когда после возвращения с войны вы трудились в наших клиниках медсестрами, врачами и своим подвигом, своим примером учили нас. Врачи, фельдшеры, фармацевты, медицинские сестры воевали и работали ради спасения жизни. В экспозиции представлены реальные фотографии с мест боев под Москвой, Сталинградом, Ленинградом и других. Многие медики дошли до Берлина. Вместе с нашими добрые старикансками, которые сложились на жизни от нас, по полям сражения, сли и солдаты в белых халатах, медицинские работники. Я хочу поздравить вас всем 70-летием великой победы, что мы в детском городе жили до этого времени. Я хочу поздравить еще вам, чтобы жизни, здоровья и светлых, счастливых, радостных дней на всю оставшуюся жизнь. Пока в экспозиции два зала, но в планах организаторов превратить весь коридор в музей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.